Музыка Современный человек живет именно в избытке аллергенов в окружающей среде. И к аллергенам естественного его окружения, это пыльца растений, которых сейчас очень много, это эпидермис животных, насекомых, это пищевые продукты, это бытовые факторы, так называемые клещи домашней пыли, микрогрибы. Очень серьезно добавились искусственные аллергены, которым эволюционно человек не приспособился. Их насчитывают сейчас где-то примерно от 4 до 5 миллионов номинований. Эти вещества, которыми мы дышим, которые мы употребляем в пищу, так или иначе, хотим мы того или нет, которыми мы соприкасаемся при ношении одежды, при мытье, при различных других обстоятельствах, естественно, на работе. Так вот, эти все вещи могут служить либо непосредственно аллергенами, то есть могут запускать аллергические реакции, либо триггерными факторами. Триггер, это спусковой крючок, могут, так сказать, способствовать той потаенной аллергии, которая у вас есть. И сегодня мы говорим об интересных вещах, о продуктах фирмы Амрита. Я представляю ассоциацию аллергологов. Аллергологов очень немного. У нас в Украине всего 300 специалистов. Вот наша ассоциация, которая объединяет 300 аллергологов плюс еще 100 сочувствующих, скажем так, ученых и так дальше. Она заинтересована в том, чтобы минимизировать воздействие вот этих окружающих агентов. И идет речь вот о моющих средствах, которые сегодня в каждом доме, так сказать, ежедневно используются. Но вот в данном случае есть фирма, которая это понимает и которая, так сказать, готова представить, что очень важно, отечественные продукты, которые не исключают. Исключить невозможно запуск аллергических реакций или триггерные действия, но которые минимизируют. Причем эта фирма, вот мне с ними доводится немножечко общаться, она настроена и дальше развиваться в этом направлении, и дальше создавать продукты всем меньшим количеством веществ, которые возбуждают иммунную систему человека и запускают вот это неизлечимое заболевание, которое мы называем аллергией или состояние аллергических заболеваний очень много. Мы всегда в своей работе обращаемся к экспертам, которые могут нам подсказать, рассказать о том, какие проблемы существуют на сегодняшний день в Украине. Дальше к другой группе экспертов, да, это группе разработчиков, которая входит в состав компании. Мы обращаемся за тем, каким образом мы можем минимизировать те отрицательные воздействия, которые вообще существуют в нашем окружении. И, собственно говоря, имея данные по тому количеству аллергических заболеваний, которые есть на сегодняшний день, и данные по росту, причем такому достаточно колоссальному росту аллергических заболеваний, собственно говоря, и был этот толчок такой для создания эко-средства уходу за домом. Ну, четыре года назад первый продукт, который был компанией выведен на рынок, это продукт для, ну, то есть это средство для мытья посуды. Вот, и второе, большое такое, скажем, ну, целое семейство, назовем так, продукции по уходу за домом, или там средства для стирки, их у нас на сегодняшний день четыре, да, это два порошка для белых и для цветных тканей, и два средства вспомогательных, это средства пятновыводитель, эко-пятновыводитель и эко-отбеливатель. Все наши средства мы объединили под таким красивым названием, это как система умной стирки. Собственно говоря, что это такое? Это возможность каждой хозяйки выбрать то или иное средство в зависимости от загрязнения. О чем я говорю? Ну, например, если это какие-то повседневные загрязнения, то есть это, ну, вы поносили что-то, да, там, блузку, брюки или еще что-то один день, то можно воспользоваться только одним из видов порошков в зависимости от вида ткани, да, либо это цветная ткань, либо это белая, либо это цветная ткань. Дальше, если есть какие-то загрязнения, которые, ну, то есть, например, там, белковые, крахмальные или жирные природы, то для этого у нас есть эко-пятновыводитель. Хочу обратить внимание, что в состав входят три энзима, вот, ну, те, которые воздействуют на те виды тканей, о которых я говорила, и работают они до 40 градусов. Понятно, да? Дальше, если есть загрязнения, которые необходимо удалить эко-пятновыводителем, то необходимо его использовать в температурном режиме от 60 до 90 градусов. Ну, собственно говоря, это позволяет хозяйке сэкономить, да, то есть, это не набор, когда набросали, знаете, такой винегрет, когда она может, в зависимости от того вида загрязнения, которое у нее есть, выбрать, сколько ей потратить денег, да, ну, что это тоже немаловажно для наших потребителей. То есть, первое, на чем бы хотел остановиться, это натуральность. Собственно говоря, для чего мы это делали? Это все для того, чтобы минимизировать, как уже говорил Борис Михайлович, то есть, мы не можем полностью убрать все химические воздействия, которые есть в окружающей среде, но с помощью наших эко-средств для стирки мы можем минимизировать воздействие на кожу, ну, и вообще на организм человека и на иммунную систему. Второй момент – это эффективность. Ну, вы знаете, вот, по эффективности я не буду долго там останавливаться и говорить, я бы хотела показать, как работает одно из наших средств. Наше средство, которое называется «котбеливателем», оно работает в температурном режиме, вот видите, 60-90 градусов. Ну, вот вода где-то приблизительно такой же, да, ну, то есть, я могу ее взять в руки. Дальше мы берем обычную аптечную зеленку. Ну, и проводим загрязнение. Да, на руках видно, что это зеленка. Ну, всем видно, да, о том, что загрязнение есть. Теперь берем наш эко-оббеливатель и буквально на кончике ложки. Ну, собственно говоря, вот чудо, да, фокусы. Держу. Чудо состоялось. Это полностью украинская разработка, полностью украинское виробництво, или были залучены фаховцы и иноземники для этого? Нет, это полностью украинская разработка. Это группа разработчиков, состоящая вот из нашего представителя, от производителя Анны и, ну, сотрудников компании «Амрита». Я расскажу вам о тех компонентах стиральных порошков, которые классически используются при изготовлении, которые вредные и которые мы с компанией «Амрита» не используем. В первую очередь, это синтетические поверхностно-активные вещества. Они привлекательны тем, что они растворяются и отстирывают загрязнение даже в холодной воде. Они легко растворяются, также и выполаскиваются даже холодной водой. Они белые, они дешевле натуральных поверхностно-активных веществ. Недостатком их является то, что они токсичны. Это синтетические, чуждые человеку вещества, которые были синтезированы химически в прошлом веке. Они бывают более или менее токсичны. Соответственно, стиральные порошки могут быть более или менее гигиеничны. Но в любом случае, они токсичны и нежелательны для использования. Также в состав стиральных порошков входят смягчители воды. Всем известны фосфаты. Чем фосфаты вредны? Они загрязняют окружающую среду тем, что вызывают рост семизеленых водорослей. Их содержание очень строго контролируется в питьевой воде и в сточных водах. Контролируется уже давно, потому что их вред для экологии, для здоровья человека уже давно доказан. Но, тем не менее, большинство стиральных порошков, которые есть в продаже, это порошки, содержащие фосфат. Это самый дешевый, эффективный способ для смягчения воды и достижения хорошей моющей способности. Сейчас готовится законопроект о запрете фосфатных порошков. Мы это, конечно, поддерживаем. И наш продукт, порошок Шанталь, не содержит фосфатов. Иногда производители заменяют фосфаты на фосфонаты. Это тоже смягчитель воды, менее вредный для здоровья человека, но тоже вредный. Таким образом, производители обходят запрет на фосфатные порошки. Но проблема не решается, поскольку это тоже вредный для здоровья и экологии компонент. В Европе производится много порошков с циолитами. Циолиты – это минералы, которые смягчают воду. Их большие месторождения находятся в Германии, в частности. Пока на них в Европе нет запрета. Они не вызывают рост и не зеленых водорослей, но они вызывают гибель флоры, фауны, водоемов. И они также вредны для человека. И важно, что они еще не позволяют достичь хорошей моющей способности стиральных порошков. Которые нас тоже интересуют, как производителя, как потребителя. Вот такие три смягчителя воды. Кроме этого, в моющих средствах используется хлор, содержащий компоненты. Конечно, хлор вреден при вдыхании паров. Для дыхательных путей это вредное вещество. Запах имеет неприятный. Конечно, мы его тоже не используем. Это такой самый дешевый способ дезинфицировать и отбеливать. Это хлор. Но это уже как бы вчерашний день. Это понятно. Хочу особо подчеркнуть синтетические ароматизаторы. Отдушки так называемые. Они широко применяются и в пищевых продуктах, и в косметике, в бытовой химии, в других товарах для дома. Следует подчеркнуть, что синтетические отдушки относятся к самому высокому классу вредности. Их просто очень мало добавляется. Но это самые аллергенные, токсичные вещества из всех, которые используются в таких товарах. Поэтому мы в нашей разработке с компанией Амрита постарались уйти от синтетических отдушек и использовать натуральное эфирное масло. Вот такие основные компоненты, которые мы не используем. Используем натуральные поверхностно-активные вещества из натурального растительного масла. То есть максимально приблизив наш продукт к требованию по гигиеничности, безопасности для человека. Я хотела бы обратить внимание на слова Бориса Михайловича по поводу аллергии. С чего Борис Михайлович начинал. Что бывает врожденная аллергия, наследственная. А бывает аллергия, которая возникает у человека позже. Из-за того, что человек ведет такой образ жизни. Дышит таким воздухом, кушает такие продукты. Пользуется такими химическими средствами. Тем самым нанося вред своему здоровью. И потом у него возникает позже аллергия на что-то, которую врачи лечат. Которая не возникла бы, если бы человек вел более здоровый образ жизни. Понимаете? То есть может аллергия не возникнуть на сам стиральный порошок. Но из-за того, что человек кушает вредные продукты. Живет в загазованном воздухе. Переживает стрессы. Другие негативные факторы на организм оказываются. То потом возникнет аллергия на что-то. Это эффект, я дополню, переполнение стакана. Все капает, капает. И вот так оно. Поэтому заболеваемость аллергиями растет. Потому что мы все больше и больше используем продукты, которые негативно влияют на наше здоровье в целом. А организм дает сбой, в частности, возникновение аллергических заболеваний. Поэтому нам следует следить за своим здоровьем, даже если у нас нет аллергии. Вот у меня нет аллергии. Но я хочу, чтобы ее и не было в будущем. Поэтому я стараюсь вести здоровый образ жизни. И также свою семью направляю. И стараюсь производить продукты, которые здоровые для организма. Вот это тоже немаловажно помнить. Редактор субтитров А.Семкин